Автопробег дружбы снова соединяет две страны, Германию и Россию. Больше 300 участников, 7 маршрутов, 45 городов, один из которых наш. В текстильную столицу прибыла группа немецких туристов, чтобы познакомиться с жизнью областного центра, его населением и культурой. С нее и начали музей Бурылина. Программа плотная, на Иваново один неполный день. Для нас очень важно, что в условиях ужесточающих санкций важно показать, что Россия это не агрессивная страна. Мы открыты для диалога и наоборот готовы сотрудничать в различных сферах. И в культуре, и в экономике. Поэтому данный визит для нас очень важен. В автопробеге принимают участие общественные активисты Германии. Люди любопытные и мечтающие познакомиться с культурой другой страны. Андрей родился в Советском Союзе, но последние 20 лет домом считает Германию. Для него возвращение в Россию – путешествие ностальгическое. Говорит, в лучшую сторону изменилось все, кроме дорог. Местные явно стали жить богаче. А вот душевность сохранили. Там не такие открытые люди, как здесь. Понимаете, я могу сказать, что раньше я мог бы к любому соседу подойти и сказать, дайте мне 100 рублей на неделю или две. И не спрашивай, давали. Там этого нет. До сих пор нет. Дети у родителей занимают. А мы, которые с России приехали, мы так же живем, как мы жили здесь. И преподносим им, что надо проще жить. Автопробег «Дружба Берлин-Москва» проходит с 23 июля по 13 августа. Самому младшему участнику всего 6 месяцев. Самому старшему – 78 лет. Туристы едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Группам предлагали разные маршруты. Кто-то предпочел познакомиться с Крымом, кто-то со столицами. Этим туристам ближе оказалось «Золотое кольцо». Начиналась наша поездка в Берлине. Мы уже посетили ряд различных городов, таких как Тверь, Псков, Ярославль. Сегодня мы здесь. И много городов еще впереди. Конечно же, мы в первую очередь впечатлены от гостеприимства. Считаем, что очень хорошо, что страна большая, не так плотно заселена, очень красивая природа. Нам это очень понравилось. Мы просто в восторге. Гостеприимные ивановцы жалеют, что в нашем городе туристы проездом. Показать им хотелось кинишму и парих пригласить на мероприятие событийного туризма. Организаторы пробега пожелания обещали учесть и в следующем году программу расширить. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.